всем привет у нас сегодня 6 января сочельник и помимо того что мы тут устроили уборку дома распределили обязанности машенька пылесосит бабушка вытирает пыль моет полы а я готовлю и у меня такой вид не смотрите потому что я уже часа два на кухне и как видите у меня спецодежда никакого макияжа и я все стараюсь делать перчатках что у нас сегодня готовится готовится очень вкусное овсяное печенье я покажу как оно выглядит если вы захотите я приготовлю его в видео очень вкусное поверьте такого вы еще не пробовали у нас готовится пицца будет и у нас будет готовиться суп с фрикадельками и у нас будет еще яйца фаршированные начинка будет красной икрой в принципе все потому что сегодня вечером мы собираемся поехать в церковь где-то к 9 вечера на служение рождественское и принципе вот такие у нас планы сейчас я покажу коротко как и как это все выглядит наше распределение обязанностей и нам не мешает поэтому на балкончике лежит и ждет пока это все закончится очень боится пылесоса вот у меня готова пиццы грибы сейчас я помою почищу есть кусочек ветчины сыр тёртый сыр зелень вот заготовки для пиццы маленькие и вот здесь у меня фарш стоит готовый уже на суп с фрикадельками он размораживается фарш уже готовый с рисом так выглядит то печенье только что из духовки посмотрите какой она красивая а внутри это изюм цельный и фундук буквально я разломала на две-три части и какое оно вкусное на вкус поверьте мне плюс она его можно заменить вместо муки можно добавить овсяную муку либо другую муку без глютеина это будут очень полезные печеньки для здоровья суп с фрикадельками приготовила вот здесь вот фрикадельки сейчас порежу картошечку и у меня будет одна морковочка у меня вот здесь вот есть порезанный лук вот у меня здесь есть зеленый лук уже порезанный с укропчиком и чесночек сейчас я все это дело вначале закидываю фрикадельки буквально 10 минут потом картошку и обжариваю в конце лучок с морковочкой пицца перед тем как поместить ее в духовку вот такая толстая начинка но так уж мы любим чтобы начинки было побольше потолще а тесто поменьше и отправляем в духовку едят пиццы после того как мы их вытащили из духовочки вот такие вот сочные мощные нас вечерняя выгулка с мамой маша не захотела с нами гулять пока медушки дома нету но ужин его уже ждет мы сейчас немножко прогуляемся и вечером поедем в церковь на улице очень замечательная погода маме очень нравится и нас костюмы даже одинаковые смотрите как семейная и правда погода замечательная и нет вот этого запаха который характерен для улиц дубая знаете такой запах фекалий вроде смешно что смешного если запах фекалий по всему дубаю почему я не знаю здесь поливает вот эти растения что летим чем-то там химикатным или вот как мне сказали что вроде как вот эти вот канализационные отходы они ими поливают собственно говоря растения для того чтобы они росли но когда это начинается вечером нам приходится закрывать окна и вообще очень очень невкусный запах и такой запах характерен также мы отдыхали помню в египте и тоже такой запах был в отелях стоял на приотельных территориях не знаю кто знает что все что этот запах можете написать в комментарии может быть я не права но запах неприятный время подошло мы оделись церковь и едем на службу машу ли убежала вперед ахмедушка только вернулся с работы быстро перекусил и везет нас тоже на службу есть с нами церковь и вот так вот мы выглядим длинных платежков и он поздравляет всех наших православных христиан с рождеством даем к нашему храму он очень красиво светится подсветочка такая красивая как и сказки и днем конечно очень красиво он смотрится бабусечки мои дивулечки мне нравится что на красоте тема и сладко и их метушка я динка верю вы смотрите какой красивый храм мы после церкви после службы рождественской и маму конечно удивило то что вы думаете что было очень много народу. Меня не удивило, потому что я ни первый, ни второй раз. Удивила и порадовала. И мы видели несколько селебрити на рождественской службе, в том числе один из них это был Кирилл из Иванушек. И они все нашли время, чтобы прийти и услышать это рождественское богослужение. Машенька впервые на таком богослужении. Для нее это показалось, конечно, длинным, два часа. Но даже маленькие детки были, и все выстояли, выдержали. Поэтому поздравляем всех с Рождеством Христовым. Мира, всем добра, любви и терпимости, особенно к близким людям. Ну а сейчас мы едем домой. День подошел к концу. Завтра, собственно говоря, 7 число. Что мы будем делать, мы еще не знаем, а вам говорим спасибо. Спасибо всем за просмотр. Всего самого хорошего. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!